Добрый день. Проводится проверка соблюдения масочного режима. В соответствии с указом генерата, в основном, что не давали. Пожалуйста, на месте не деда. С такой фразы началось утро пассажиров общественного транспорта. Автобусы и маршрутки ранним утром полностью забиты. Все спешат на работу. Вероятность заразиться коронавирусной инфекцией в такой давке повышается в разы. Каждый день число заболевших в Ульяновской области растет. В сентябре эта отметка перевалила за 400 человек в сутки. Сотрудники регионального министерства транспорта совместно с представителями ГИБДД проверяют автобусы и маршрутки, чтобы водители и пассажиры были в масках. К сожалению, за лето мы все отвыкли к использованию масок. И сейчас, особенно первый рейд, то, что вы увидели, где-то третья часть пассажиров без масок. Я думаю, вот эти рейды будут способствовать тому, что люди вспомнят, привыкнут, что маску необходимо иметь и в общественном транспорте ее использовать. Проверять соблюдение масочного режима в общественном транспорте планируют несколько раз в неделю на территории всей области. Сотрудники органов исполнительной власти выписывают протокол нарушителю. За несоблюдение указа губернатора предусмотрена ответственность за первичное предупреждение, за повторное – штраф, а тысяча рублей и выше. Решение по протоколу принимается в суде. А почему без маски, скажите, пожалуйста? А у меня нет. Вы знаете, что с 13 сентября масочный режим? Не знаю. Большинство пассажиров, которые оказались без маски в салоне автобуса, о возвращении масочного режима не слышали. С 13 сентября носить средства индивидуальной защиты необходимо в общественном транспорте, аптеках, медицинских учреждениях и учреждениях соцзащиты. В местах массового скопления людей и ношение маски носит рекомендательный характер. Светлана Карпухина, Даниил Сурков, Улправда ТВ.